Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. На ранней стадии развития любому бизнесу нужна поддержка. Бизнес-инкубатор – это организация, призванная эту поддержку всесторонне оказать. Счастливчикам, оказавшимся под опекой бизнес-инкубатора, предоставляются производственные, информационные, финансовые и другие ресурсы на этапах становления и развития бизнеса. Количество и доступность тех программ, поддержки малого и среднего бизнеса, которые сейчас работают, в том числе и финансовая поддержка на новый бизнес, конечно, сейчас существенно выше, чем было несколько лет назад. Прогресс здесь очевиден. В этом смысле есть позитивная динамика и для открытия своего бизнеса. Вот говорю сегодня о мерах поддержки малого и среднего бизнеса с моим гостем в студии, директор МБУ городского округа Самара, самарский бизнес-инкубатор Дмитрий Геннадьевич Титов. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись, очень рада я вас видеть в этой студии. Да, взаимно. Давайте поговорим о новостях, чем сегодня живет бизнес-инкубатор. Это, конечно, непростое время, но для начала охарактеризуйте вообще вашу организацию, что на себя сегодня представляет бизнес-инкубатор. Хорошо. Ну, на сегодняшний момент ничего в конструктиве не изменилось. Это все также двухэтажное здание площадью 2505 квадратных метров. Значит, сдаваемая нами, предоставляемая в аренду площадь составляет 700 квадратных метров, около 700 квадратных, метров. Это 24 офиса, 24 помещения. Площадь этих помещений от 20 до 50 метров квадратных. На данный момент занято около 56 процентов помещений. Это 14 офисов занято, порядка 390 квадратных метров. Ну, и, соответственно, 310 квадратных метров, это 44 процента, у нас остается свободными. Это 10 помещений. И так как мы постоянно проводим конкурсы на предоставление в аренду данных помещений, сейчас ожидаем еще участия в конкурсе трех представителей малого и среднего предпринимательства, которые зайдут и займут. И у нас тогда еще меньше территории останется. Надо отметить, что в городе мы достаточно конкурентно способны. Только потому, что несмотря на то, что площадь, квадратный метр площади стоит в аренду, мы предоставляем в аренду за 330 рублей за квадратный метр. Но есть, скажем, приоритетные направления деятельности МСП, которые подпадают под льготу. И если... То есть еще и льгота предоставляется? Да. Если еще и льгота предоставляется, то стоимость в первый год нахождения в бизнес-инкубаторе будет составлять 40 процентов от 330 рублей. Почти даром. Это 132 рубля примерно. Второй год это 60 процентов, и третий год 80 процентов. Соответственно, 198 рублей и 264 рубля. Но надо понимать, что в эту стоимость входит... Плюс к этой стоимости. Ну, в нее входит. Если человек оплачивает один раз за аренду данного помещения, за квадратного метра, да, в зависимости от площади, в эту стоимость входит коммунальные платежи, входит круглосуточная охрана, входит уборка. Самостоятельные платежи для малого и среднего предпринимательства заключаются в части расходных материалов для оргтехники. И, соответственно, все, что касается телефонной связи, там международные, международные переговоры и сеть интернет. Офис мы предоставляем, здесь тоже очень важно заметить, мебелированный, оснащенный оргтехникой. И это является таким ключевым моментом, потому что человек начинает свой бизнес. Первое, что нужно, это первое вложение, которое нужно сделать, помимо того, чтобы определиться с местом и арендовать какое-то помещение, это обязательно купить там стол, условно говоря. Конечно. Это поставить на него компьютер, подключить все необходимое. Это мы все предоставляем за счет бюджета городского округа Самара, тем самым оказывая поддержку предпринимателю. И здесь никто не даст гарантии, пойдет мысль, не пойдет, будет перспектива развития бизнеса или нет. Даже у меня есть там так вот примеры, да, от того, что человек, закупив там три ноутбука для себя и двух сотрудников, после того, как некие шаги в бизнесе сделал и что-то не понравилось, ну, понял, что это не его. Он потом вынужден был эти ноутбуки за полцены куда-то продавать, чтобы хоть как-то вернуть свои средства. А здесь ты можешь спокойно там опробовать, три года попользоваться данной техникой, а потом уйти в свободное плавание и зарабатывать деньги на том оборудовании, на той мебели, которую тебе уже заблагорассудится приобрести. Что нужно сделать, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора? То есть какие условия, какие критерии необходимы, чтобы прийти к вам и начать свое дело, свой бизнес, попробовать, проще говоря? На самом деле все очень просто. Три критерия. Человек должен быть субъектом малого и среднего предпринимательства. Уже зарегистрированный? Да, естественно, уже зарегистрированный и при регистрации его вносят в реестр. Это информация доступная, мы всегда эту информацию проверяем, даже если заявка поступает и не указан этот момент, мы всегда можем понять, является ли этот предприниматель субъектом малого и среднего предпринимательства. Это нормы 209 ФЗ, поэтому это ключевые, и это наша уставная деятельность, да, мы работаем с малым и средним предпринимательством. Второе, это срок существования на рынке данного предпринимателя не должен превышать трех лет от момента регистрации до момента подачи заявки. То есть это должен быть там до, скажем, трехлетний предприниматель. И третий момент, он обязательно должен быть зарегистрирован, ну, его бизнес должен стоять на учете в городском округе Самара, потому что мы муниципальное казенное учреждение. Все эти шаги, которые вы озвучили, сделать, конечно же, несложно. Их можно осуществить и уже к вам прийти, но я уверена, что и вы, и ваши специалисты, даже если эти шаги еще пока не сделаны, они направят и подскажут, как это сделать быстро, максимально удобно, комфортно, ну и, конечно, с меньшими затратами. Я права? Так на практике и получается, потому что, так как это муниципальное имущество, собственнику этого имущества департамент управления имуществом городского округа Самара, мы лишь являемся оперативно управляющей структурой, мы обязаны размещать конкурсы, открытые процедуры на сайте Российской Федерации, там, торги.gov.ru, это сайт, определен постановлением правительства, 909-м, и только лишь на этом сайте мы должны выкладывать данные конкурсы. Что можете сказать по поводу государственной поддержки малого и инновационного бизнеса сейчас в такое непростое время? Как продолжаете работать в пандемии и вообще, сказалось ли вот такая непростая ситуация с коронавирусной инфекцией на вашей работе и на работе, конечно, ваших резидентов? Ну, безусловно, безусловно, сказалось. Здесь лукавить не будем, безусловно. Состав резидентов поменялся, но незначительно, порядка 10%, то есть несколько резидентов ушло, но пришли другие. И когда это происходит, это вселяет некую надежду, что все-таки мы востребованы, и бизнес, несмотря на эти ограничительные меры, кто-то претерпевает неудобства, но кто-то и видит в этом возможность занять ту или иную нишу и развиваться. Потому что все-таки основная задача резидента, основная задача предпринимателя, это как раз ухватить востребованность того или иного продукта на рынке и среагировать мгновенно. В этом есть определенный отклик. Продолжаем работать в том же режиме, единственное, только на деятельность накладывает отпечаток ограничительные меры, и поэтому львиная доля мероприятий проходит онлайн. Ну, я скажу, что это не проблема. Это не проблема. Также продолжаете работать и общаться. И, кстати, может быть, даже вот эта новая форума сотрудничества, она дает какие-то плюсы, и в том числе свои результаты. А вот, кстати, любопытно, вот в это непростое время появились у резидентов, у предпринимателей какие-то интересные бизнес-идеи, и которые они вот успели, смогли воплотить в жизнь. Приведите пример, если есть. Такой отрадный пример – это люди, которые начинают развивать сельское хозяйство у себя на дому, в подвалах. И этому есть подтверждение определенное, потому что подвальные помещения, они до этого момента пустовали, на них никто особо внимания не обращал. А сейчас, с учетом новых технологий, замкнутого контура поливных систем и достаточно большого выбора всевозможных там агрегатов по выращиванию в домашних условиях, вот это, ну вот сейчас является таким вот, такой вот определенной изюминкой. Но, на мой взгляд, раньше я этого не встречал. А сейчас, изготавливая бизнес-планы для предпринимателей, мы это наблюдаем, и все больше и больше людей, может быть, в связи с тем, что теряет основное место работы, вынуждены что-то делать руками. Но, как показывает опыт, возможно, это и к лучшему. Возможно, это и к лучшему. Для населения точно, потому что будет появляться экологически чистый продукт в большом количестве. Ну и для человека... Ну и цена конкурентоспособна будет, да, наверняка? Я надеюсь. И для человека это лучше, потому что он востребован. Он востребован, он имеет вот точку приложения своих усилий, и нет этой самой деградации, и нет напряженного состояния. Тем более, государство достаточно делает усилий, прилагает много усилий и достаточного финансирования для того, чтобы реализовать вот такие мелкие проекты. Министерство социальной защиты Самарской области реализует такой проект, как социальный контракт. И одна из частей социального контракта – это выдача 250 тысяч рублей на организацию собственного бизнеса. И для того, чтобы они смогли выдать, комиссионно принять решение о выдаче данных средств, предприниматель приходит к нам и обращается за помощью написать бизнес-план. Вот на данный момент, за этот год, мы уже составили 610 бизнес-планов. Это цифра в сторону увеличения, да? Я так полагаю, что если вы ее озвучиваете. Если даже предположить, что, допустим, в два раза повторяется тот или иной направление деятельности, все равно это порядка 300 новых предпринимательских направлений. Инициатив. Но я знаю, что бизнес-инкубатор, опять же, в это непростое время оказывает еще и поддержку, к примеру, самозанятым. Расскажите, пожалуйста, об этом. И как сейчас вот эта поддержка организована, семинары, участие в мастер-классах, это можно, опять же, все пока онлайн, либо предвидите личное общение, ну, конечно, с учетом всех эпидемиологических норм. Безусловно, самозанятые люди, это физические лица, да? И мы сейчас ратуем за то, чтобы их приравняли к статусу субъекта малого и среднего предпринимательства. Но пока в законодательстве нет этой нормы, что они являются данной категорией. Но при этом есть ряд нормативных документов, которые уже включили самозанятых в части субъектов, которым необходимо предоставлять помощь. Вот единственное, мы добиваемся, чтобы самозанятый мог арендовать у нас помещение. Но пока вот письмо ФАСК, которое регламентирует проведение конкурсных процедур как раз на предоставление помещения в аренду, оно не предполагает, они еще не успели сделать поправку. Мы написали им официальное письмо, что в 125-м приказе Минэкономразвития уже самозанятые рассматриваются как боевые единицы, скажем так, да? Вы еще не среагировали. Они услышали нас, сказали, что в кратчайшее время они попробуют поправить эту составляющую. И тогда у самозанятых будет уже возможность участвовать в открытых конкурсах на заключение договоров аренды на получение муниципального имущества в свою деятельность, в свою ведительность. Ну и выйти из тени, да? И заявить о себе как о самостоятельной единице бизнеса. Вы знаете, у нас есть сюжет на эту тему. Дмитрий Геннадьевич, давайте его посмотрим. Не требуется онлайн-касса и полагается налоговый вычет. О плюсах регистрации самозанятых говорят на семинаре в Самарском бизнес-инкубаторе. Эксперты рассказывают участникам встречи, почему важно выходить из тени и платить налоги. Законы меняются, законы сейчас очень строгие. И из-за того, что контролирующие органы не стоят на месте, у них очень прогрессивные программные обеспечения, они уже умеют находить все там теневые моменты, выходить из тени нужно. Во-первых, выходя из тени, мы можем о себе заявить. Мы можем рекламироваться в соцсетях и так далее. Тематические семинары для желающих открыть свое дело проходят в бизнес-инкубаторе регулярно. Здесь могут подсказать, как определить свою нишу на рынке, с чего начать оформление, какую систему налогообложения выбрать. Мы в рамках своей деятельности оказываем поддержку малым и средним предпринимателям, либо человек, который еще не определился, он хочет чем-то заниматься, но пока еще не решил. То есть для таких людей у нас тоже существует поддержка. Мы помогаем выбрать, возможно, какое-то направление, подсказать, помогаем оформить документы и даже помощь оказываемой в написании бизнес-планов. Подробную информацию о времени и тематике можно узнать на сайте учреждения. Дмитрий Геннадьевич, продолжая наш разговор, хочу спросить вас, скажите, пожалуйста, а вот какие уже предприятия являются резидентами Самарского бизнес-инкубатора, какие преференции они получают? И вот, к примеру, у меня есть идеи для бизнеса. Вот только идея. И могу ли я прийти, обратиться к вам, к вашим специалистам, ну, за реально конкретной помощью? Если да, то какой? Начну со второй части вопроса. Безусловно, вы можете прийти к нашим специалистам, вы получите сопровождение и профессиональную консультацию по всем направлениям вашей деятельности. Мы поможем составить учредительные документы, мы поможем составить бизнес-план, где будут указаны основные финансовые параметры, и будет после получения бизнес-плана у вас будет возможность заявить этот бизнес-план для получения поддержки со стороны государства или в иных фондах. Мы поможем определиться с организационно-хозяйственной формой, какая лучше подходит для вашего бизнеса, с системой налогообложения. Ну, дальше, конечно, формирование команды – это прерогатива предпринимателей, на мой взгляд, и только. Мы можем советовать, но не более того. Вот о всех тех вышеперечисленных услугах, как вы сказали, мы помогаем и бизнес-плану, и так далее, и так далее, и так далее. Это все… На каких условиях оказываются эти услуги? Они безвозмездны, но, проще говоря, бесплатны? Либо все-таки за каждый шаг вы берете деньги? Это очень важно знать и понимать предпринимателей в начальном этапе, чтобы рассчитывать, как говорят, свои силы и возможности. Муниципальные казенные учреждения и наши сотрудники данную услугу для предпринимателей предоставляют бесплатно, безвозмездно. Уже бюджет городского округа закладывает оплату нашим специалистам, и поэтому мы свою услугу предоставляем бесплатно. Хорошо. Можно ли по адресу бизнес-инкубатора зарегистрировать юридический адрес компании? Расскажите об этом, пожалуйста. Да, да, конечно. Зачастую так и происходит. Если у предпринимателя есть мысль, есть инициатива, то прежде всего он приходит к нам и пробует понять, какой офис мы можем ему предоставить, если, конечно, есть свободные. После того, как он выбрал помещение, он поработал с нашими сотрудниками на предмет создания всей необходимой заявочной документации, составления всего пакета, и дальше он, получая данное помещение в пользовании, начинает реализовывать свою бизнес-мысль. Ну, то есть вы хотите сказать, что реализовать бизнес-мысль, а нельзя ли, к примеру, производство организовать в бизнес-инкубаторе? Ну, опять же, а где пробовать, как на бизнес-инкубаторе? Ну, статус... Вы знаете, до сих пор ведутся некие суждения, что же... Ну, как вообще определить статус бизнес-инкубатора? Конечно. У нас это все-таки офисные помещения. По большому счету, это офисные помещения, замкнутый контур, бытовая вытяжка, никаких там дополнительных мощностей, электричество туда не подведено. Поэтому реализовать производственный процесс, наверное, вряд ли удастся. Вряд ли удастся. Но если человек придет, мы посмотрим, в чем он заключается. Если вот как раз в той мысли, когда, например, замкнутый контур какой-то, и небольшие там, небольшие какие-то... Ну, может быть, исследования какие-то привести. Допустим, швейная мастерская какая-то, да, где по большому счету нет большой пыли, больших там каких-то нагрузок. Ну, почему нет? Ну, в любом случае можно все согласовать, договориться. Да, все люди живые, адекватные, и, по крайней мере, на контакт уж точно. Вы и ваши сотрудники всегда идете. Скажите, пожалуйста, вот сколько времени компания может находиться в бизнес-инкубаторе, и когда начинают зарабатывать ваши резиденты? Вот расскажите, пожалуйста, сейчас о тех компаниях, которые располагаются в самарском бизнес-инкубаторе. И вот от и до, ведь бизнес-то призван в первую очередь зарабатывать, согласитесь. И вот когда этот процесс уже начинается, и когда бизнесмены понимают, что все, я могу идти в свободное плавание, я могу идти зарабатывать? Это очень риторический вопрос. Вот сколько людей, столько и рассуждений на этот счет. И я боюсь, мы не придем к одному четкому единому мнению. У вас есть опыт? Вот из тех резидентов, которые сейчас находятся в стенах бизнес-инкубатора, это отраслевым принципом. То есть есть охранная структура, есть проектные организации, есть предоставление бытовых услуг, есть юридические услуги. Говорить о том, что мы берем за ручку и человека ведем для получения какой-то прибыли, наверное, не очень корректно, потому что невозможно эту ситуацию извне предпринимателю продиктовать, предпринимателю извне. Это должен сам предприниматель внутри огонь загореться и гореть. Тогда только будет принцип. Если мы начнем в чью-то сторону, ну, допустим, предоставить преференции, то прокуратура городского округа, конечно же, нас поправит, потому что мы должны быть нейтральны ко всему бизнесу и предоставлять равные права и равные услуги всем, без исключения. Если какие-то преференции будут в чью-то сторону, но это некорректно немножечко. Ну, хорошо, хорошо. Успешные ли у вас резиденты? То есть люди приходят, просто оценка качества вашей работы, я вот хочу к чему вас подвести, когда приходят к вам люди с идеями. То есть они поучаствовали в семинарах, вы помогли им написать бизнес-план. Вот когда они становятся успешными и самостоятельными, готовыми пойти и начать зарабатывать? И вот к чему. Если человек созрел, то он с этого момента готов идти и зарабатывать. Вопрос в помощи организационной, безусловно. Здесь мы максимальное усилие приложим для того, чтобы организационно помочь. Когда он начнет зарабатывать, многие резиденты приходят, они уже зарабатывают, им нужно либо оптимизировать расходы, либо прийти в какую-то территориальную составляющую, например, где мы находимся, и распространить свою деятельность на том территориальном сегменте. Мы не ставим своей целью обязательно попробовать диктовать условия или спрашивать отчеты, а сколько вы в этом месяце заработали, сколько в этом. Для нас принципиально задавать вопросы, в чем вам нужна помощь для того, чтобы вам зарабатывать. Если человек в данном случае говорит, я разочаровался, я не хочу, я не буду, то это, наверное, уже все. Это бессмысленно уговаривать и бессмысленно продолжать. Если человек приходит и говорит, у меня все нормально, все идет, но вот мне здесь помогите здесь. Мы, безусловно, в этом процессе участвуем и помогаем адресно здесь и здесь, где попросил человека оказать помощь. Вот в этом, наверное, основной плане. Представляете, можно же, например, свои усилия потратить на то, чтобы взять и одного человека и начать вести его, начать с ним работать. Но коэффициент полезного действия каков? Либо можно оказать равную услугу, например, 610 бизнес-планов составить. Люди уже имеют мысль, уже имеют... Какой-то начальный стартап, как минимум, да? Мысль, команду, скорее всего. И еще, возможно, кто-то уже начинает в этом поле продавать, и он видит смысл. Он пришел, попросил денег дополнительных. Мы ему помогли написать бизнес-план, но он с ним заявился, получил денег и реализовался. Ну вот где разница? Одного человека сопровождаю и навязываю. Я полностью с вами согласна. Либо окажи... Вот у нас сейчас уже на данный момент консультации проведено около 1600. за весь год. Или вот провести и помочь людям в количестве 1600 консультаций. Где есть КПД? Вы меня убедили. Я хочу в конце нашего разговора обязательно спросить вас о планах на будущее, на будущий год. Чем будете удивлять своих резидентов? Ну и, конечно, еще раз попрошу вас озвучить условия, которые приемлемы для тех, кто, во-первых, нас сейчас смотрит, и кто хочет зайти на территорию самарского бизнес-инкубатора. С удивлением, это самое сложное на данный момент, потому что есть все-таки ограничительные ограничительные меры. Но при этом, при всем, есть одна мысль реализовать и не офисный каворкинг, но и не производственный каворкинг, а нечто среднее. В чем это все будет заключаться? Например, у малого и среднего бизнеса достаточно востребована, например, бьюти, бьюти-сфера, да, там. Многие оказывают на дому услугу по там татуажу, макияжу, ресницы, ногти, педикюр, маникюр и так далее. Ну, бьюти-сфера вы примерно сказали, да. Мы имеем такую составляющую, что многие люди говорят о том, что дома оказывать данную услугу не очень корректно. Либо дети подрастают, либо родители просят внимания, либо муж или жена там ворчит, что здесь кто ходит, здесь что-то. Это все неудобно. И поэтому мы решили пойти по такому пути. Мы создаем рабочие места в виде там педикюрного кресла, маникюрного кресла, массажного кресла. Мы создаем рабочие места и предлагаем самозанятым, индивидуальным предпринимателям эту услугу предоставления рабочего места на часовой принцип. У кого-то, например, из самозанятых, ну, это, знаете, много плюсов, да, потому что не надо целый день платить за коммуналку, где-то там, целый день арендовать кресло, где-то в салоне. Есть у тебя сегодня клиенты, там, два-три часа тебе нужно, да, и ты понимаешь, что большего не нужно. Пришел бизнес-инкубатор, и туда же приехал клиент данного предпринимателя. Уселись, скажем так, за рабочее место оказали услуги. Поработали, заработали, клиент зашел доволен. Заработали, нам заплатили небольшую аренду, и все, ну, не аренда, это будет не аренда, это будет оплата услуг за предоставление рабочего места. И все разъехались. И таким образом, на мой взгляд, это будет достаточно интересно, потому что сколько я встречал людей, которые недовольны условиями оказания, например, массажных услуг, да, там, где-то в подвале, где-то в каких-то закутках, это все не очень хорошо. Если будет хорошее место и хороший стол, массажный хороший мастер, который там эту услугу окажет не дома, там, на коленке, на диване, да, придет к нам за профессиональным столом, окажет ту самую услугу. Ну, и кроме этого, конечно же, офисный коворкинг в стандартном понимании, что мы все там знаем, и мы хотим еще сделать проектный коворкинг, потому что зачастую немного организаций, обладающих, ну, и, точнее так, ну, да, немного организаций, обладающих программным обеспечением, которые стоят под полмиллиона рублей. И те организации, которые этим обладают, они, ну, сами работают на реализацию своих проектов. А как расти молодым дизайнерам, молодым проектировщикам, которые там учатся еще, да, там выходят из стен университета, но при этом у них есть знакомые, которые нуждаются, ну, чуть подешевле оказанные услуги. Человеку просто необходимо где-то, вот, где-то поработать. И это место – бизнес, самарский бизнес-инкубатер. Да, я планирую, что это так и будет. Да. Спасибо вам большое за очень интересную, содержательную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, а молодые предприниматели, которые хотят открыть свое дело, я надеюсь, вы понимаете, куда нужно сделать первые шаги. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова